Итак, почему интернет завоевал весь мир? Вообще, о чем мы говорим? Что такое интернет? Что такого есть в этой технологии, которая спустя всего 60 лет после первого упоминания в научных трудах о компьютерных сетях и спустя всего 30 лет после начала массового применения, значит, сегодня такова, что ей пользуются 5 с лишним миллиардов человек, 5,2 по сегодняшней оценке. Что такого в этой технологии? На первый взгляд, ответ кроется в стандартном объяснении, дилемма, да, игра в имитацию, конечно, стандартное объяснение дилеммы маркетинговой известной спрос рождает предложение, предложение рождает спрос, когда в одну сторону, когда в другую, то и другое верно, естественно, что первично иногда одно, иногда другое, но все эти рассуждения теряют смысл, когда рынок ничего не знает, когда появляется принципиально новая технология и нет никакого явного спроса и не может быть, есть латентки, наверное, и вот это как раз все эти рассуждения про спрос и предложения теряют смысл. Я понял, что для ответа на эти вопросы в связи с интернетом хорошо бы сначала взглянуть на предмет шире. Если удастся понять, почему и как та или иная технология бывает востребованной человеком, становится часть бытия цивилизации, становится частью социальной и культурной жизни, то мы сможем, может быть, понять закономерности в этих процессах и легче будет разобраться с феноменом интернета. Давайте сначала посмотрим вот на те примеры, которые и у вас были отмечены в качестве таких больших достижений человечества. Я считаю, что это так. И начнем с колеса. Вот какие технологические идеи есть в колесе? Я вижу здесь в этой ситуации 2 технологические идеи. Первая, небольшая мгновенная площадь опоры позволяет относительно легко перекатывать колесо. Чем меньше площадь опоры, тем меньше усилий нужно. На гладкой твердой поверхности хорошо выделенное круглое колесо будет очень легко перекатывать. Именно эта идея работает, когда колесо используется для перемещения материальных тел. Ось колеса повторяет профиль поверхности, по которой колесо перекатывается. Вот если взять четыре колеса, то можно соорудить какую-нибудь площадку и на ней перекатывать. А вторая идея состоит в том, что ось вращения может никуда не перемещаться, а при вращении этого самого колеса будет перемещаться точки на поверхности колеса. И тогда в подъемных механизмах, например, это можно использовать или в генераторах электрического тока или в электродвигателях в обратную сторону. То есть механизмы, где требуется что-то вращать. Используется ли колесо само по себе? Вот в чем проблема. А вот вопрос, а используется колесо само по себе? А вот практически нет. Кому нужно колесо как таковое? Ну, игрушка, если только. Как правило, вот эта идея колеса используется в качестве основы вместе с другими технологическими решениями инструментов. Идеи такие вот, как фундаментальная идея, соединяются с другими технологиями, технологическими идеями и получается результат, который применяется повсеместно. Например, соединение колеса с идеей движителя, будь то, не знаю, там, конечности человека, лошади, там, двигатели, внутреннее возгорание, электродвигатели, дает в результате телегу, карету, велосипед, самокат, паровоз, автомобиль и всякое такое движущееся. Так что вот технология колеса сама по себе как фундаментальная технология в соединении с другими технологиями дает результат, без которого человечество уже не может существовать. Потому что мы же понимаем, да, куда ни посмотри, все колесо увидишь в том или ином применении. Алфавитная письменность – это технология представления человеческой речи с использованием обозначающих звуки символов. Символьная кодированная речь. Это очень упрощенное представление. Вы уж извините, ради бога, я не буду в деталях рассказывать, что устная речь и письменная речь – это не совсем одно и то же. Это не совсем одно и то же. Но для цели нашего сегодняшнего рассуждения такое упрощение вполне приемлемо. Количество кодированных письменностей звуков весьма ограничено. Кто-то из вас, кто отвечал на вопросы, это отметил. Мало ресурсов нужно для освоения. Это действительно так. Для обозначения требуется совсем немного символов. Из этого, из этих символов можно собирать любые слова языка, даже новые появляющиеся в языке слова, что очень важно. Соединять нужные последовательности, складывать слова, ну и так далее. Важно отметить, что это все начало применяться уже достаточно давно, но сформировалась, вот именно алфавитная письменность сформировалась около трех с половиной тысяч лет назад, чуть меньше, в Финикии, побережье восточной части Средиземного моря, прибрежной области современного Ливана, Сирии, Израиля Северного. Вот там. Она была распространена дальше повсюду. И вот наследники финикийской письменности — это, собственно, и кириллица современная. Почему письменность стала востребована и широко распространилась? Потому что человек — социальное существо, основы социального единства людей составляют, кроме общих действий совместного существования как такового, еще и в очень большой степени коммуникации и общий объединяющий их контент. Вот этот общий контент, коммуникации и общий контент — очень важная вещь такая вот в обеспечении социального единства. А письменность как раз является технологией с использованием, которой можно фиксировать и распространять этот общий контент. Можно хранить его, можно использовать для коммуникации. Письменность — важный элемент технологического обеспечения социального единства. А теперь взглянем ближе на использование письменности. Здесь как с колесом. Казалось бы, можно использовать эту технологию как есть, но это не так. Если вдуматься, то уже самое простое использование письменности невозможно без привлечения других технологий. Как минимум, нужны материальные носители для написанного текста — таблички, папирус, пергамент, бумага и средства нанесения на эти материальные носители символов. Ну и там краски какие-то нужны еще. Так что даже простое использование является комбинацией этой фундаментальной идеи с другими технологиями и инструментами. Ну а еще письменность — основа для создания других технологий технических и организационных. Учета и контроля, фиксации знаний и опыта, обучения и развлечений, личного общения. Идея письменности, соединенная с идеей позиционной системы счисления, является основой того, что мы сегодня называем цифровыми технологиями. Итак, письменность как и колесо — это фундаментальная идея, которая используется человеком в соединении с другими технологиями идеями. И ее ценность состоит не только и не столько в ней самой, а в том, что она используется в других технологиях. Книгопечатание. Казалось бы, это же просто технология массового тиражирования с помощью печатной машины, контента на бумажном носителе. Там, ну и краски используются еще. Все. Массовое тиражирование, ничего другого. Напечатал, сложил и пусть лежит. Нет, ведь правда, как и в случае с колесом и с письменностью, эта технология не является самодостаточной. Она эффективна в соединении с другими решениями, например, технологиями логистики. В чем секрет? Нужно распространить то, что напечатано. Значит, секрет все в тот же спрос на контент, потребность получения доступа, пусть даже к ранее известным, а еще лучше к неизвестным ранее текстам, еще на национальных языках, что очень важно было в середине 15 века. Латынь использовалась повсеместно в книгах, переписываемых в основном религиозной литература была, сакральные тексты. Придуманная в Майнце Гутенбергом в 50-х годах 15 века, эта технология за 15-20 лет распространилась на территорию континентальной Европы, и в 70-х годах 15 века появляются издания и святого писания на национальных языках, печатаются на итальянском, Данте Петрарко де Камерон Бокаччо, на итальянском, значит, вот это, а на староанглийском, на среднеанглийском, кентерберийские рассказы Чосера, и среднеанглийский становится после этого и печатание других произведений на среднеанглийском национальным языком, французский уходит постепенно и достаточно быстро из употребления, а ведь французский был языком знать и английский. По некоторым оценкам, второй половине 15 века, кроме сакральных и ранее написанных текстов, были напечатаны многие тысячи новых созданных в этот период текстов, а в общий тираж напечатанного мог достигать 10, даже 12 миллионов экземпляров. Я попытался найти более точные оценки, к сожалению, но вот только такие есть, но это колоссальный рывок в распространении контента по Европе. Вот это удивительный эффект, который произвела книгопечатание, которая соединилась с технологиями логистики. Но на этом процесс не остановился. В первой половине 17 века в германских княжествах, в Льзасе, в Нидерландах, во Франции и Англии начали печатать на национальных языках регулярные издания. Поначалу они выходили один-три раза в неделю. Это было издание с новостями. Тиражами небольшими, сотни, максимум небольшие тысячи экземпляров, но дальше больше. И, собственно, появилась порожденная книгопечатанием, новая технология создания и распространения информации о новостях. Масс-медиа. Ну, в русском языке принято называть средства массовой информации. Ну, не очень удачное, мне кажется, название, но неважно, все понимают, о чем речь. Появились люди, которые писали тексты в газете, журналисты. Новая профессия появилась. Появились люди, которые распространяли газеты, разносчики. Новая профессия еще одна появилась. Возникла технология широковещательного распространения информации о событиях, которые могут представлять интерес для публики на языке, соответствующей территории распространения. Вот это очень важно. Национальный язык и конкретная территория. Информация одинаковая для всех читающих. Позже, в начале 20 века, когда появилось радио, а радио – это уже технология, собственно, логистики, одновременно с тиражированием. Появилось для такой технологии распространения информации, появился новый термин – бродкаст. Вот, собственно, книгопечатание привело к появлению такой вот технологии бродкаста, которая дальше развивалась и для такого вот печатного вот этого направления, а также дальше и пошло с радио и с телевидением. Масс-медиа оказалась очень удобной технологией для распространения рекламы. Газета распространения сноограниченной территорией, где живут люди, вот рекламировалась там на этой территории чего-нибудь, там товары, услуги. Еще одним следствием книгопечатания стало появление заметного количества профессиональных писателей. Их же раньше не было в таком количестве, было мало достаточно людей, которые были писателями. А писатели появились в гораздо большем количестве. Образованная публика их читала, обсуждала, придуманные писателями истории. И этот процесс, наряду с распространением газет, а позже из журналов, создал контентное единство зарождавшихся в Европе наций. Вот эти вот национальные государства, national state, идеи, они бы не могли без книгопечатания даже и развиться. Так что вот это очень важное изобретение, которое породило очень много изменений в социальной жизни людей. Важно еще отметить, что авторы-то появились дополнительно к тому, что было их достаточно много по сравнению, но много авторов в тиражируемом и распространяемом бродкасте контенте все-таки не может быть. Их там и журналистов было немного, и писателей было немного. Вот, собственно, технология книгопечатания – это еще одна принципиально новая технология для человечества, широко востребованная в соединении с другими технологиями. Телефония, которая упоминалась тоже в ваших ответах, в ваших эссе. Идея очень простая. Звук голоса преобразуется в электрический сигнал, который передается по каналу на другое устройство, где производится обратное преобразование. Вроде бы просто. Но нет, конечно. Во-первых, требуется приспособление, которое голос преобразует в электрический сигнал, микрофон. Во-вторых, нужно иметь каналы для передачи этих сгенерированных электрических сигналов. И средства воспроизведения на другой стороне. Собственно, Грэхэм Белл, там параллельно несколько было людей, которые этим занимались. Но главное, с чем он возился, это как раз с микрофоном, с преобразованием. Так что это вот одна сторона. Теперь другая. Если есть много людей, которые хотят таким образом пообщаться, например, тысяча, то сколько нужно иметь вариантов их попарного соединения, чтобы каждый мог пообщаться с каждым? Оказывается, что это количество потребных соединений, это пропорционально квадрату количество точек. Значит, для тысячи нужно 500 тысяч соединений, а для миллиона уже 500 миллионов. Такую сеть построить невозможно. Поэтому появилась еще одна идея для организации телефонии. Идея строительства телефонной сети, иметь на готове отрезки физических вот этих вот цепей, кабелей, которые в нужный момент коммутировать. Такой способ соединения называется коммутация каналов. Телефонная сеть, старая, добрая, традиционная телефонная сеть связи, это сеть с коммутацией каналов. Но сначала эти коммутации делались вручную. Этим занимались те самые барышни, которые сидели и с помощью ручных коммутаторов соединяли эти самые отрезки проводов. Лет сто назад появились автоматические телефонные станции. В одном из ваших ответов кто-то сказал, кто-то отметил, вот появился номеронабиратель. Да, номеронабиратель появился для того, чтобы могли работать автоматические телефонные станции. Вы, наверное, уже никто не пользуется вот этим самым дисковым номеронабирателем, но, наверное, видели, да, всовываешь пальчик в дырочку с циферкой, прокручиваешь и отпускаешь, и обратно колесико крутится. Оно чего делает, когда обратно крутится? Оно импульс порождает. Вот четверку всунул палец, покрутил, обратно пустил колесо, четыре импульса отправилось на телефонную станцию. А там по этим четырем импульсам поймали, значит, что нужно дальше делать с этим соединением автоматической телефонной станции. Вот, собственно, автоматические телефонные станции сильно упростили все. Телефонные сети стали активно строить. Лет 65 назад физические каналы начали менять на цифровые, но идея коммутации каналов все равно осталась. И все построенные телефонные сети, тут очень важный момент, они были построены, телефонная сеть строилась для одной услуги, для услуги телефонной связи. Специальная телефонная сеть для одной услуги. И в этой одной услуге идентификатор этой услуги совпадал с идентификатором сети. Вот этот самый телефонный номер, он был идентификатором устройства сетевого. Но востребованность была безусловной. Телефонная связь стала первой массовой юникастовой услугой. Бродкаст – это из одной точки во все стороны, а юникаст – это когда каждый с каждым. Не знаю, слышали ли вы этот термин в предыдущих лекциях, но вот оцените. Юникаст – это когда каждый может соединиться с каждым. Юникастовая сеть, телефонная сеть и телефонная связь – это юникастовая услуга. Востребованность услуги очевидна, но у этой технологии есть ряд существенных недостатков. Во-первых, глобальные коммуникации дорогие, они были на всем протяжении существования телефонных сетей очень дорогими. А во-вторых, вот это вот свойство сети, построенной, которая только для одной услуги, было принципиальным фактором, ограничивающим развитие и технологий как таковой, и ограничивающим появление на ее основе новых решений технологий. Ну, если коротко, телефония – не колесо и не письменность. Это такая технология, которая не дает свободы развитию других в большом количестве технологий. Востребованная, безусловно, но не такая. А теперь вот вернемся к интернету и попробуем понять, что это такое, о чем бы надо подумать. Сейчас в обиходе принято интернетом называть все, что используют ресурсы сети интернет. Для наших сегодняшних целей хорошо бы, среди всего прочего, что называется интернетом, найти те технологические решения и идеи, которые являются фундаментом для всего остального. Ну, то есть найти условное колесо, письменность, вот что-то такое в интернете, что является основой для всяких разных других применений. Какие идеи, собственно говоря, в интернете являются теми самыми основными? Данные передают с порциями, пакетами. Это первая идея. В ваших, опять же, этих самых эссе я нашел, очень многие указали на это свойство, как на основное. Это действительно так. Данные можно передавать потоком, конечно, но пакетами гораздо удобнее. Почему? Потому что если данные передавать потоком, то из одной точки в другую точку, куда надо передать этот поток, нужно построить канал, пусть временный, но как в телефоне. И по этому каналу передать от начала до конца поток. Его же прервать-то нельзя. Если его прервать, то очень сложно будет возобновлять. В общем, пакеты – это замечательная идея, которая, собственно говоря, лежит одним из основных фундаментальных этих свойств сети интернета. Второе фундаментальное решение, которое было сформулировано не сразу, а после нескольких лет занятий, обдумывание всего этого дела – это передача пакетов полностью децентрализованно. Как на транспортном уровне, так и на сетевом. Я надеюсь, вам рассказали о существовании этих двух уровнях – транспортной и сетевой. На транспортном уровне протоколы TCP и UDP. Павел, я помню, в конце своего рассказа упоминал UDP. Я не буду говорить про UDP, он существует, конечно, я об этом знаю. Но главным все-таки транспортным протоколом является TCP. Модель оси здесь не очень хороша. Знаете, есть модель интернета. Там четыре уровня всего, в отличие от оси, там семь. Нижний уровень физически канальный, как один уровень. И верхний уровень, все вот эти вот, вышетранспортного, тоже прикладным уровнем считаются. Это удобнее. Хотя модель оси, она для своего применения тоже удобна. Но для рассмотрения интернета лучше рассматривать вот эту четырехуровневую модель. Так вот, вернемся к этому. Вторая идея – это автономность, децентрализованность передачи пакетов. Третья – это доставка от отправителя к получателю контролируется только на транспортном уровне. Вот это принципиальная важная идея, тоже до которой дошли не сразу, а только к 78-му году. В перемещении пакетов между узлами сети маршрутизаторами отсутствует контроль доставки. Пакеты могут теряться, могут слишком долго находиться в сети, и тогда их просто выкидывают. Есть такой параметр – time to leave. Очень долго пакет в сети находиться не может. Если он долго находится, он, скорее всего, потерялся, ему там нечего делать уже. А контролем доставки ведает транспортный уровень, ведает TCP-сессия. Ну, UDP без контроля доставки, не будем о ней говорить пока, там контроль доставки на самом деле есть, но на прикладном уровне. Поэтому это гораздо более сложный процесс. Для простоты не будем на них внимания обращать. И любой процесс программы, на самом деле любой процесс программы реализуется, который умеет взаимодействовать с транспортным уровнем, с TCP, может этим транспортным уровнем воспользоваться. Вот, собственно говоря, транспортный и сетевой. Ну, давайте так, сейчас мы дойдем до этой картинки. Посмотрите, пожалуйста, на верхнюю часть. Да. Это очень такое примитивное изображение. Вот это розовое наверху, там написано HTTP, это на самом деле прикладной уровень. Там может быть не только HTTP, там могут быть разные другие протоколы прикладного уровня. Но самое главное, это вот такой светлый образ программы, которая работает. Транспортный уровень – это на этом же устройстве такая вот протокол, программа тоже, которая ловит поток данных от прикладного уровня и режет его на пакеты. И отправляет пакеты дальше вот на уровень IP. IP, IP-пакеты, собственно, отправляет. С этого устройства отправляются на маршрутизаторы и там путешествуют. Здесь на этой картинке для простоты всего два маршрутизатора нарисовано, а их может быть десяток, два десятка, три десятка, да сколько угодно по дороге. Пока пакет не достигнет справа вот этого самого в башенке IP на том устройстве, где находится программа, которой, собственно, передаются эти данные. Так вот, когда пакет приходит, он отправляется вот в эту самую программу, которая ведает протоколом TCP, Transmission Control Protocol, протокол управления передачей. И эта программка отправляет квитанцию от получения пакета обратно, так, чтобы передающий понимал, что пакет дошел до получателя. Если он не получит квитанцию, он просто должен повторить отправку пакета. Если квитанция не будет приходить долго, он должен замедлить отправку пакетов. А если квитанция все равно не приходит, просто прекратить отправку пакетов. Вот это вот и есть транспортный уровень TCP. Он режет на пакеты, он собирает из пакетов поток, который в программу должен быть отдан, и он отправляет на уровень IP разрезанные пакеты и контролирует доставку пакетов. Вернемся обратно. Да, да. Да, вот сюда. Ну так вот, я понимаю, что это сложно, но, к сожалению, интернет очень такая непростая штука. Несколько комментариев. Да, вот про передачу данных порциями я сказал, про децентрализацию. Это чрезвычайно важная идея. Децентрализация, автономность, независимость принятия решения от других процессов, которые происходят в других местах. К чему приводит децентрализация на сетевом уровне, там, где пакетики бегают через маршрутизаторы. Это дает возможность, во-первых, не обращать внимания на выходы из строя или появление в сети новых маршрутизаторов. Отправится пакет? Отправился. Маршрутизатор, который получил пакет на одном интерфейсе, отправил его на другой интерфейс или выкинул. Все. Больше он ничего не делает, ничего не запоминает. Это машина без памяти. И принимает он эти решения на основании своих представлений, которые, ну, данные, которые есть в маршрутизаторе, они обмениваются между собой данные, есть протоколы маршрутизации, которые какими-то данными между маршрутизаторами позволяют обмениваться данными о состоянии сети и о архитектуре сети. Ну, вот этих данных, которые есть, и достаточно для принятия решений. Ни с кем не советуется, ни от кого инструкции не получает. Полная автономность. Если связанность сети сохранена, то пакет, скорее всего, достигнет узла получателя. Если может не достигнуть, ну и не достиг, и хорошо. Децентрализация на сетевом уровне принципиально упрощает подключение новых узлов. Совершенно достаточно договориться с администратором одного из узлов, организовать канал и подключить свой маршрутизатор к сети, и никакого разрешения сверху не требуется. Вот мы подключаем домовые эти самые маршрутизаторы, когда подключаемся по какой-нибудь технологии, мобильной, не мобильной, неважно. Мы заключаем договор с оператором, и все, и ставим маршрутизатор у себя где-нибудь дома. И этого достаточно. Маршрутизатор может сделать даже мобильный телефон. Не требуется никакой координации вверх, никакой нет иерархии в этом. Децентрализация на транспортном уровне предусматривает, что каждая транспортная сессия, вот этот процесс передачи пакетиков от одной программы к другой программе, управляет сама собой и действует автономно, не коммуницирует ни с какими другими сессиями даже на этом устройстве. Вот TCP-сессия появилась, вот она работает, она сама собой управляет. Вот это децентрализация на транспортном уровне. И ориентируется на приходящие квитанции и параметры в этих квитанциях существующие. Вот, собственно говоря, это и есть та самая фундаментальная идейная основа сети интернет. Формулирование реализации этой концепции растянулось в общей сложности на 16-18 лет. У вас была лекция, мне кажется, была по истории интернета. Я не хочу вторгаться в эту тему, потому что и времени-то нет. Но я позволил себе сделать два слайда, на которых показать лица совершенно выдающихся людей, которые стояли в руководстве этого всего процесса на протяжении вот этих вот самых 16-18 лет разработки. Вот слева первый руководитель, собственно говоря, этого проекта, доктор MIT, который 20 лет, 29 лет возглавил департамент Варпа и 5 лет создал и руководил командой, которую разработывал Арпанет. Справа Леонард Клинрок, ученик Норберта Винера. Да, тут они постарше, конечно, но тогда они были очень молодыми людьми, удивительно молодыми. Кстати, вот Ларри Роберт, к сожалению, уже умер, а Леонард Клинрок в 63-м году из MIT перешел в UCLA, он до сих пор там профессор. Вот ему сколько, наверное, месяца полтора назад исполнилось 89 лет. Он продолжает работать, ну, как может, наверное, сейчас уже не так активно, как раньше. Но он совершенно выдающуюся роль сыграл в создании интернета. Ну и дальше, следующий слайд. Вот эти два замечательных человека тоже. Роберт Канн, который пришел на место Ларри Робертса Варпа, пришел с идеей TCP. Собственно, он автор протокола TCP. Сейчас он возглавляет Corporation for National Research Initiative. Очень интересный человек. Да, Канн часто бывает в России. Бывал, я не знаю, как сейчас, конечно, Дон и пожилой уже человек достаточно. Он почетный профессор ИТМО, между прочим. Так что Роберт Канн, да, очень интересный человек. Мне с ним довелось общаться. Очень интересно. И Винтон Сёрф, собственно, ученик Клинрока, которого Канн пригласил вернуться в проект. Винтон Сёрф был в проекте Варпанет с самого начала. Потом ушел в Стэнфорд работать. И вот из Стэнфорда, когда Канн стал директором департамента в ДАРПА, он пригласил вернуться Сёрфа. И Сёрф стал его соавтором и по публикациям в научных журналах. И, в конце концов, именно Винтон Сёрф с коллегами придумали разделить протокол TCP, который изначально был единым, на две части, TCP и IP. И Винтон Сёрф, собственно, писал ту часть, которая IP. Там еще были люди, конечно, которые участвовали во всяких этих процессах, но на мой вкус эти, может быть, самые значимые фигуры. Фотографии Винтон Сёрфа делал я сам на конференции в Стамбуле 10 лет назад. IGF был в Стамбуле, 9-й Internet Governance Forum. И удалось с ним пообщаться там. Вот, собственно, не смог удержаться. Да, с 1 января 1983 года сети Винтон Сёрф предложил. В 1974 году это слово использовать. Начало осуществляться с использованием протоколов TCP и IP. Вообще-то говоря, был до этого протокол NTP, который написал другой ученик Леонарда Клинрока, Стив Крокер. Я не знаю, кто-нибудь может из вас представить, что такое, но уже достаточно на большой сети поменять протокол взаимодействия. Вот этот транзит – это какая-то колоссальная по масштабу работа, которая была исполнена. Да, статья Сёрфа была в материалах, очень советую её почитать. Вот с 1983 года, собственно, TCP и IP стал основным протоколом в ARPANET. А ещё через год примерно, по-моему, если не ошибаюсь, в сети NSF-NET, которая развивалась параллельно с ARPANET, это чисто университетская сеть была, тоже приняли на вооружение протоколы TCP и IP, и в результате к 90-м годам ARPANET как-то перестал быть таким активным объектом, который развивался. А вот NSF-NET стал развиваться именно к началу 90-х, и её начали называть интернетом. Слово «интернет» по отношению к сети было использовано в отношении NSF-NET. Именно сеть NSF-NET после так называемой приватизации интернета, я расскажу потом, что это такое, выросла в ту сеть интернет, которую мы сегодня наблюдаем. Так вот, в сети интернет технологическая основа – это маршрутизаторы, связанные между собой каналами связи, протокол IP, да, вот вернёмся к этой картинке, тут такая мультяшная картиночка внизу, которую я хотел показать, что IP, вот эта вот TCP-IP-инфраструктура – это, собственно, такое облако, которое окружает Землю, а к ней подключены программы, которые ей пользуются, этой инфраструктурой, этим облаком глобальным. Подключены эти самые маршрутизаторы, по ним бегают пакеты IP, TCP-сессии, которые сами собой управляют, и эта инфраструктура – единая глобальная, юникастовая, каждый из каждой может соединиться, среда для передачи данных. Помните, телефонии тоже юникастовая среда, но только для одной услуги, а это юникастовая среда для любой программы, которая подключится к ней. Достаточно только протокол TCP соблюдать. Не такие уж там сложные требования, поэтому, собственно, каждый, написавший программу, может воспользоваться стандартным софтом в операционной системе. Каков масштаб этой инфраструктуры сегодня? Хотя бы для оценки масштаба – это очень важно понимать. Количество находящихся в сети маршрутизаторов я попытался найти разнообразные какие-то сведения, но все сходятся на том, что маршрутизаторов в сети сегодня больше миллиардов. Заметно больше. Где-то 1,3 написано, где-то 1,5. Не буду придумывать, но больше миллиарда, на этом сходятся все. Количество подключенных устройств превышает 10 миллиардов. Одновременно работающих программ – еще больше. Количество одновременных TCP-сессий, которые обеспечивают взаимодействие этих программ – сотни миллиардов. И вся эта инфраструктура, как единая глобальная сеть сетей, живет, дышит, обеспечивает возможность любой программе на любом устройстве коммуницировать с любой программой на любом другом устройстве. При этом какие-то маршрутизаторы подключаются, отключаются, устройства появляются в какой-то сети, уходят из этой сети, подключаются к другой сети. И все это живет без единого управления, без централизации управления, как единая глобальная инфраструктура. И by design нет никаких точек отказа, единых точек отказа, никаких страновых политических границ. В этой структуре by design нет границ никаких. Есть зона технической ответственности владельцев частей этой сети, сегментов этой единой инфраструктуры. Это да. Но, не более того, технологически это единая сеть. Вот эта глобальная, универсальная, уникастовая инфраструктура есть та самая фундаментальная основа для всего остального, что может с ней взаимодействовать. Здесь как с колесом или с письменностью. Вот это вот очень сложная, очень большая инфраструктура, которая размещается на очень большом количестве устройств, их миллиарды, сотнями миллиардов процессов в них. Вот такая сегодня жизнь человечества, до чего дошло. Вот эта вот инфраструктура и есть фундаментальная основа для всего остального. Для чего? В некоторых странах ограничивают деятельность. Если у нас останется время, мы до этого дойдем. Но сейчас хочу сразу сказать, для того, чтобы чего-то ограничивать в этой инфраструктуре, нужно очень-очень много денег потратить. Это вот такое минимальное замечание. Теперь давайте посмотрим на некоторые из тех технологий и сервисных решений, которые выросли на фундаменте сети интернет. То есть, которые, объединившись с фундаментальной инфраструктурной конструкцией, порождают те сервисы, которыми, собственно, люди и пользуются. Люди интернетом, как и колесом, непосредственно не пользуются. Они пользуются сервисами, которые поверх этой инфраструктуры функционируют. Вот я выписал то, что мне в голову пришло, в том порядке, в котором в голову пришло. Но электронная почта стоит в левом верхнем углу, потому что я ее первой написал. Ну, сейчас вот скажу немножко в целом, а потом перейдем к нескольким, потому что на все время не хватит, конечно, к нескольким сервисам, которым пользуются. Использование перечисленных вот здесь решений и других, которые сюда не попали, которые я не вспомнил, существенно изменило способы ведения бизнеса, исполнения государственных функций и социальную жизнь, и поведение людей изменило. Как, собственно, меняло появление книгопечатания. Онлайн-общение в социальных сетях использует сегодня миллиарды человек. Онлайн-ритейл торговли достигло уровня 6 триллионов. Это примерно четверть всего мирового объема ритейла. Продолжает расти количество покупаемого онлайн-видео. В осенние месяцы прошлого года суммарно среднемесячный объем просмотра YouTube составил 15 миллиардов часов. Google-навигатор является шестым в списке самых популярных приложений на мобильных устройствах. А чат GPT является самым быстрорастущим интернет-сервисом в истории. В деталях невозможно все это, поэтому остановлюсь на нескольких сервисах. Вот начну с электронной почты. Для меня это пример совершенно выдающийся. Ну, наверное, не знаю, это такая специфика в виде, субъективно совершенно. Но это очень, мне кажется, важный пример. Электронная почта появилась как результат разработки ARPANET. Это, собственно, самодеятельность разработчиков, команда разработчиков. Ее отцом был Рэй Томлинсон из Bolberandek & Human BBN. Может быть, кто-то видел фотографию Леонарда Клинрока на форне первого интернет-месседж-процессора. Кто-то из вас упомянул этот АМП, очень правильно упомянул. Вот Bolberandek & Human был таким инженерным технологическим партнером ARPAN во всей этой деятельности. И Bolberandek & Human, например, работал в Боб Канн до того, как стал начальником департамента в ARPAN. То есть там был такой процесс перетекания из команды в команду. И вот первую версию разработал Рэй Томлинсон и 2 октября 1971 года отправил первое письмо. Не было еще никакого интернета, понимаете? Это было просто вот такой сервис передачи сообщений внутри команды. И передавались эти сообщения от компьютера к компьютеру. Это еще не было электронной почты в интернете. Это была электронная почта. Но вот такая какая-то такая ее прообраз того, что мы сейчас используем. Знакомый вид интерфейса электронной почты приобрел после того, как его доработал, да просто переработал напрочь, да и функциональность изменил. Ларри Робертс. Тот самый Ларри Робертс, который был руководителем проекта и главным архитектором. Можете себе представить сегодня большой бюрократ, который руководит проектом многомиллиардным, сидит и по ночам, и по вечерам пишет код. Так вот, Ларри Робертс написал вот этот интерфейс, которым, собственно, мы сейчас и пользуемся. Он придумал выборочное чтение нужного сообщения, сохранение письма в файле, пересылку другому адресату, вот эту механику автоматической подготовки ответа тоже. Вот создание этой самой электронной почты никем не планировалось и никто и не оплачивалось специально. Это было, собственно, сделано в свободной от работы основной работы время. А для участников проекта это было естественным развитием событий. Они сами для себя это делали. В официальном аналитическом докладе аудиторов, подготовленном для РПА в 1976 году, 4 года спустя, после появления электронной почты, аудиторы каждый год проверяли РПА, это же государственные деньги. Там был аудит государственный. Аудитор написал, отличительными особенностями служба сообщений стала ее никем не планируемой, никем не контролируемой и никем не финансируемая разработка. И первоначальное развитие. Возникновение ранней истории этого сервиса своим развитием напоминает скорее некое природное явление, нежели разработку новой технологии. Надо отметить, что аудитор, написавший эти слова, вообще-то говоря, увидел и зафиксировал главное. Придумывание, реализация на начальном этапе любой новой технологии является природным явлением. Замешанном на энтузиазме и творческом зуде нельзя написать ТЗ на изобретение, понимаете? Для того, чтобы что-то изобрести, что-то придумать, нужно сесть и придумать. Ну вот, собственно, вот у них появилось. Уже в 80-х годах Джозеф Ликлайдер, который был, вообще-то говоря, начальником этого процесса компьютерных сетей и руководил на самом начале 60-х этим же департаментом, изучавший причину популярности электронной почты, написал, что она была востребована потому, что одним из преимуществ электронной почты были преимущества. Было то, что в электронных сообщениях человек мог писать сжато и не очень грамотно, даже человек старше его по возрасту, и адресат не высказывал мне удовольствия. Среди преимуществ службы электронных сообщений перед телефоном было то, что человек мог сразу перейти непосредственно к делу, минуя обычный маленький приветственный диалог в начале разговора, а также то, что эта служба представляла возможность записи. То есть отправители и адресат не обязательно должны быть у компьютера в одно и то же время. Сегодня в мире больше 4 миллиардов активных пользователей электронной почты. Обмен текстовыми сообщениями заменили гораздо менее удобные письма на бумаге. Появившаяся позже функция прикрепления файлов и списка рассылки сделала электронную почту еще более востребованное. Для включения электронной почты в контур авторизации многих крупных сегодня сервисов зафиксировали ее незаменимость и сегодня в обозримом будущем. Так что, несмотря на появление мессенджеров, электронная почта, видимо, еще достаточно долго будет оставаться востребованным сервисом. Следующий слайд. Следующий у нас World Wide Web. Это тот редкий случай, когда один человек не только предложил, но и реализовал технологию, которой теперь пользуется весь мир. Он, конечно, основывался на чем-то, но все-таки это был один человек, Тим Бернерс Ли, который, работая в Европейском исследовательском центре, предложил способ связывать различные фрагменты информации с помощью гиперссылок, разработал язык гипертекстовой разметки HTML и протоколы HTTP, которые стали основой всемирной паутины. В 1991 году он написал первый веб-браузер и первый веб-сервер. Он все это делал своими руками, работая в Церне. Свою главную цель декларировал так, на первую историю веб-страницы, обеспечить всем доступ к огромной вселенной документов. Идеи использования гипертекста вообще-то встречались в 40-х годах, еще прошлого века, но именно в начале 90-х нашли свою реализацию. Гиперссылки оказались для людей не просто интуитивно понятными, но буквально желанными. Появилось то, чем как будто все уже хотели пользоваться. Этот феномен исследовался. Это, кстати, о востребованности. Это я, собственно, пытаюсь как-то понять сам и дать вам понять, почему это востребовано. Исследователи этого феномена высказывают уверенность, что потребность получения контекста, структурированного с помощью технологии гипертекста, вытекает из цивилизационных изменений постиндустриального информационного общества, а также из механизма восприятия информации мозгом человека. Это я цитирую там какой-то, какой-то текст был в исследовании. Вот и то, и другое. И удобство, и соответствие механизма восприятия мозгом человека. Ну и нельзя не сказать еще об одном свойстве контента, организованного использования гипертекста. Читатель сам принимает решение, как двигаться по гипертекстовой структуре. Это очень важно. Один и тот же контент, организованный гипертекстом, каждый может, каждый желающий, может пройти по-разному. Чего-то почитать, чего-то не читать. Пройти или не пройти по конкретной ссылке. Решать самостоятельно. Вот эта свобода выбора, вытекающая из идеи гипертекста, из юникастовой природы интернета, является чрезвычайно привлекательным фактором. Ну и Марк Андриссон тут тоже не случайно. Это человек, написавший в 22 года, бакалавр университета штата Илли-НУЭС, написавший браузер Mosaic. Несколько позже он выпустил его обновление под брендом Netscape Navigator, который сегодня является, де-факто, стандартом браузеров. Почему бренд пришлось сменить? Потому что Mosaic, это было сделано в рамках каких-то там работ в университете Илли-НУЭС. Этот бренд оказался во владении университета Илли-НУЭС. Поэтому Марк дальше своей работы делал уже с другим брендом Netscape. И стандарт, де-факто, этих браузеров, то, что мы сейчас используем. Кстати, Илли-НУЭСский университет некоторое время спустя продал права на этот бренд и на использование браузера компанией Microsoft. Microsoft Explorer был наследником этого же самого браузера. Так что вот то, что придумал Марк Андриссон в 93-м году, сегодня использует весь мир. А Марк Андриссон человек, которому совсем недавно исполнилось 52 года. Вы можете себе представить? Всего 52 года. В руках пользователя интернета появился инструмент, с помощью которого компании, организации, государственные структуры, органы власти, коммерческие организации, ну, в общем, все, кто хотел, все, кто мог это сделать, мог обеспечить свое информационное присутствие. В 92-м году к интернету подключается Всемирный банк, один из первых, наверное, таких крупных организаций. В 93-м появился 500-й сайт и миллионные пользователи интернета. Количество пользователей стало резко увеличиваться. Собственным сайтом обзавелся Белый дом. Похоже, это был первый сайт органов власти. Через год, в 94-м году, появляются первые онлайн-магазины и онлайн-банки. В 96-м году заработал миллионный сайт, а число пользователей для сети увеличилось уже до 50 миллионов. Вот этот взрыв, ну, с чем можно сравнить? Наверное, с появлением книгопечатания. Но если в 15-м веке распространение, на распространение ушло 15-20 лет, то тут, собственно, идеи до миллиона сайтов прошло всего 7 лет. Тиражирование контента в вебе осуществляется в момент запроса. То есть там не нужен такой материальный носитель в смысле бумаги и так далее. К чему это все привело в прикладном значении? За 5 лет с 90-го до 95-й год трафик в сети интернет вырос больше, чем в тысячу раз. А за следующие 5 лет еще в десятки тысяч раз. Большая часть этого роста была сформирована всемирной паутиной. Помните, я говорил, упоминал, так называемую приватизацию интернета в связи с трансформацией NSFnet в сегодняшний интернет? Так вот, сейчас чуть-чуть больше скажу об этом. Это же был NSFnet, National Scientific Foundation этим занимался. Финансировался государством. Финансировался, что это означает? Означают деньги налогоплательщика. И вдруг, в какой-то момент, вдруг оказалось, вдруг, неожиданно для всех, что трафик стал так быстро расти, что деньги, которые нужны для оплаты транзита этого трафика, просто невозможно не въебрать. Они не предусмотрены бюджетом. Поэтому пришлось быстро придумывать решение. Какое решение придумали? Очень простое. Передать транзит в коммерческие руки. В первую очередь транзит. Там дальше еще продолжались процессы вот этой вот самой коммерциализации. Но транзит был передан четырем компаниям. Sprint, Level 3, AT&T и UUNET. UUNET, Unix to Unixnet была такая сеть. Одна из ведущих лидеров тогда, которые начали оказывать услуги глобального транзита за деньги. Чтобы понять масштаб цен, который тогда был, один пример. В начале 96-го года я вел переговоры с UUNET. Я возглавлял тогда проект интернета в Камбелге. Один из первых интернетовских проектов в России. Первый в телекоме. В телекомовской компании, я имею в виду. Так вот, поехал на переговоры в Лондон с руководством лондонского офиса, европейского офиса. Я не помню детали переговоров. Я запомнил только цену. За один мегабит в секунду подключения с нас запросили 75 тысяч долларов в месяц. А еще надо было дойти до Лондона каналом. Это еще было 1025-1030. То есть 100 тысяч долларов в месяц надо было заплатить для того, чтобы подключиться к, тогда это называлось Tier 1, к глобальному транзитному оператору. Не получилось ничего. Бельгийцы, которые были с владельцами нашей компании, несмотря на то, что бизнес-кейс сходился, эти 100 тысяч окупались. Несмотря на это, они не дали разрешения. Мы так и не подключились. Подключились с крылком. Совсем немного о социальных сетях. Поехали дальше. На этих замечательных людей посмотрели. Социальные сети. Этот феномен заслуживает отдельного большого разговора. Здесь всего один аспект. Появление почти... Да, была обоснована затрата, были обоснованы доходами. Это точно совершенно. Я вам могу точно это сказать. Феномен социальных сетей заслуживает отдельного большого разговора. Здесь только один аспект. Появление почти 20 лет назад первой платформы общения, которая сейчас называется социальные сети, по сути явилось следующим шагом после World Wide Web на пути предоставления людям возможности и публикации, и тиражирования, и распространения своего собственного контента в юникастовой среде. Также коммуникация через нее не только голосовых, а самых разнообразных. И онлайн, и офлайн. Но если World Wide Web надо было сайт написать, надо было иметь ресурсы для того, чтобы найти программиста, оплатить его работу и написать сайт, на это были деньги у бизнесов, у государственных органов, а у людей обычных не было. То есть с появлением социальных сетей вот этот порог вхождения в этот мир коммуникации стал совсем низким. Появление платформ социальных сетей дало возможность буквально каждому желающему коммуницировать друг с другом и публиковать свой собственный контент, которому возможен широкий доступ неопределенного круга лиц. Вот такой возможности до сих пор у человечества не было. Сегодня пользователями социальных сетей по разным оценкам являются 4,8-4,9 миллиарда человек, в Китае целый миллиард, в Индии 720 миллионов, в США 300 миллионов. По результатам исследований этого года среднестатистический пользователь трудоспособного возраста тратит примерно 2,5 часа в день на социальные сети. Кстати, к социальным сетям и YouTube тоже относятся. Вот вы видите этот перечень. И те самые мессенджеры тоже. А вот тинейджеры 13-17 лет более 8,5 часов проводят в социальных сетях. Это вот те самые поздние зуммеры и начало поколения альфа. И похоже, что мозг молодых людей общение в онлайн не воспринимает как ущербное в сравнении с личным общением визави. А это означает, что общение в социальных сетях будет продолжать расти. И более 3 миллиардов человек общаются в мессенджерах сейчас, только в мессенджерах, которые мы тоже относим к социальным сетям. Хотя основной функционал большинства мессенджеров предназначен для общения, организованного между двумя точками. Самый популярный мессенджер – это WhatsApp с двумя миллиардами пользователей. Сегодня через WhatsApp, в настоящее время, месяца два назад, по-моему, данные, в среднем сутки проходит больше 2 миллиардов минут аудио- и аудиовизуальных коммуникаций. Типичный пользователь социальных сетей активен в среднем в 6,5-6,6 платформ. Наиболее популярные платформы видите на списке. В целом общение в социальных сетях продолжает расти, как количество пользователей. За прошлый год появилось 150 миллионов новых пользователей социальных сетей. И рост будет, очевидно, продолжаться с учетом высокой популярности в среде молодежи. Молодежь будет замещать пожилых людей, которые будут уходить и уходят. А молодежь уже не то, что привыкла к социальным сетям, это образ жизни. Мобильная связь, на мой взгляд, самое интересное, что может быть. Мобильная связь в начале пути в 60-х годах была технологически как бы распространением обычной телефонной связи. Традиционная телефонная связь, только с доступом не по кабелю, а через эфир, через радиоканал. Главное отличие как раз и состояло, что вместо кабеля радиоканал, и еще, она же мобильная, механизм хендовер, передача активного соединения от одной базовой станции или сектора к другой, чтобы обеспечить непрерывность связи во время движения. В конце 90-х задались вопросом специалисты, ну как же так, интернет появился, а здесь интернета нет. Нехорошо, надо бы интернет туда. И в сетях, так называемых сетях второго поколения, в 2G, уже появился интернет. В 2000-х начали реализовываться идеи третьего поколения, интернет стал более функциональным, в который доступ к интернету был более эффективным. А в начале 2010-х годов появился уже очередной шаг, был сделан и появились эти 4G, и перешли на архитектуру NGN, New Generation Network. Я вам, не знаю, там у вас должны были быть в списке рекомендованной литературы, рекомендации Международного союза электросвязи, Y-2012. Там описана структура NGN. Вот сети четвертого поколения, 4G, они, собственно говоря, эту структуру, это современная мобильная связь. Там уже нет традиционной телефонии, все, она кончилась. Все идет через передачу голоса, идет через передачу данных. Традиционная телефония исчезла, а мобильная связь стала фактически интернетом с голосовым сервисом поверх него, наряду с другими сервисами, доступными через интернет. Началось все как объединение мобильной сети телефонной и интернета, и там, и там, юникастовый сервис. А закончилось тем, что этот кукушонок, интернет, остался в гнезде хозяином, а традиционная телефония оттуда была вытеснена. Если вдуматься, то ничего удивительного не произошло. Объединение двух юникастовых технологий, одна из которых не универсальная, менее эффективная, а другая универсальная, более эффективная, закончилось тем, что эффективная юникастовая технология вытеснила менее эффективно. Сервис остался, маркетинговые усилия сейчас направлены на то, чтобы потребитель ничего не понял, чтобы продолжал минуты оплачивать, там смс-ки оплачивать. Люди до сих пор платят за минуты смс-ки, хотя для операторов сетей 4G, но правда остались сети 2 и 3, но их очень мало, в общем-то, по объему. Но в тарифах продолжают писать про минуты. Интернет в мобильных сетях кардинально изменил способ распространения потребления практически всего, что сделано поверх интернет. Появились мобильные предложения и магазины мобильных приложений. Потребление интернет-сервисов через мобильное устройство уже стало доминирующим способом потребления сервисов в интернете. На мобильный интернет со смартфоном приходится 73% мирового интернет-трафика. И рост этот продолжается. От смартфонов вот оценка количества 6,4 миллиарда. Почти дошел до конца, искусственный интеллект остался. Последний, на чем хочется остановиться, генеративный искусственный интеллект. Чат GPT, Меджорни и другие системы искусственного интеллекта появились совсем недавно, но темпы роста поражают. Чат GPT достиг отметки 100 миллионов активных пользователей в конце января этого года. Через два месяца после запуска. Запустили 30 ноября 2022 года. ТикТоку потребовалось 9 месяцев, чтобы дойти до 100 миллионов. В январе сервис посещал около 13 миллионов человек. Чат-боты встроены в поисковики Google, Bing, там чат-бот от Microsoft, но это неважно, это технология. Количество обращений к чат-ботам в мае и июне оценивается в 3-3,5 миллиарда в месяц. Это очень существенный уровень. Если вспомнить, что запуск состоялся совсем немного, то трудно вообще осознать, что будет дальше. Вот этот график, который я нашел, это график количества обращений к сайтам. Это именно к сайтам. Видите, Bing держится на уровне миллиарда с небольшим, а у чата GPT, который взлетел от нуля в ноябре 2022 года, вон какая штука. Правда, начинает загибаться вниз, это может быть хайп прошел, но это и неплохо, это в общем-то обычная вещь, где-то выйдет на какой-то стабильный уровень и дальше будет, ну, получше будет, может быть, да, но пользователи пока чатом GPT пользуются больше, чем Бардов. Это неважно. Сейчас самое начало, прошло-то с чего-ничего. Через несколько лет вот, собственно, это все как-то стабилизируется, будет более понятно. По данным Goldman Sachs, они провели исследование и прогнозы сделали, использование генеративного искусственного интеллекта может обеспечить увеличение мирового ВВП на 7% или почти на 7 триллионов долларов и поднять рост производительности труда на полтора процентных пункта в течение 10 лет. генеративный искусственный интеллект используется в конкретных областях деятельности сегодня, интенсивно развивается в программировании. Инструменты искусственного интеллекта от Амазона, от Гитхаба и других уже использующих искусственный интеллект уже сегодня достаточно широко распространены и при написании кода его используют ну уж как минимум для оформления и тестирования. Сообщается о пока секретном то есть слухи проекте Google целью которого является добиться написания кода с нуля. Ну посмотрим что получится сегодня оценки объемов кода который создается с использованием искусственного интеллекта сильно разнятся не буду называть пока не очень обоснованные данные но речь идет о значимых процентах. В чем практически все специалисты сходятся это в том что через несколько лет труд программиста заметно изменится. человек-программист будет больше сконцентрирован на продумывании задачи и детальном ее описании а генерация кода в большей степени будет осуществляться искусственным интеллектом. Я тут вспоминаю одно из интервью Билла Гейтса который когда-то достаточно давно читал его спрашивали любит ли он программировать он сказал так я люблю придумывать как это сделать а программирование само по себе это механическая работа которую может выполнять кто угодно ну вот Билл Гейтс видимо рад происходящему потому что он собственно к так и относится к этому само программирование это такая механическая деятельность которую может выполнять искусственный интеллект генеративный искусственный интеллект сервис который порождает новый контент программы тексты изображения музыку видео такого в истории человечества пока еще не было складывается впечатление у меня во всяком случае возможно ошибочное что у цивилизации имеется значительная латентная потребность которая с появлением инструментов искусственного интеллекта еще проявит себя происходит что-то такое что напоминает появление всемирной паутины или платформы социальных сетей только на другом уровне в любом случае вот ясно что те кто быстрее получит навыки работы с генеративными этими системами искусственного интеллекта смогут быстрее адаптироваться к грядущим изменениям которые неизбежны ну и в заключении последнее что хочу сказать интернет создали люди группа людей большая группа выдающихся специалистов которые варились в одном интеллектуальном котле учились в соседних университетах общались друг с другом на административные должности назначались ученые которые продолжали работать как ученые Норберт Винер который в Массудсетском технологическом институте преподавал много лет видимо внес во все это очень существенный вклад как основоположник школы вот собственно вот то что получилось в Соединенных Штатах Америки вот в эти конец 60-х 70-х начало 80-х годов является примером того что творчество как явление природы и сообщество единомышленников это очень важный фактор высокой концентрации это очень важный фактор для получения каких-то хороших результатов каким образом осуществляется подсчет во-первых пользователей сети потому что я так понимаю это подсчитывается не просто устройство и второй вопрос каким образом подсчитываются пользователи социальных сетей учитывая что у многих есть несколько страниц кто-то может не пользоваться аккаунтами и так далее да это хорошие вопросы конечно же я сам с удивлением смотрю на результаты исследований в которых вот это все написано но они там поясняют они это специальные исследовательские организации занимаются они понимают прекрасно что одного человека может быть несколько аккаунтов например они понимают прекрасно что один человек может пользоваться разными сетями я очень советую вам заглянуть в статистические всякие вот вот эти там есть сайты просто на которых все вещи публикуются исследования в виде презентации и существуют и там прямо нарисовано количество пользователей например ватсапа и сколько процентов из них пользуются телеграммом или вайбером или еще чем-то то есть они какие-то опросы проводят я так понимаю что вот это не просто так с неба свалившиеся данные а это результат аналитики которая более или менее более или менее правильно отражает происходящее вот я надеюсь во всяком случае на это но я отчетливо понимаю что это очень сложная задача действительно мариновое право но ей занимаются всерьез судя по тому что я вот вижу спасибо большое то есть у каждого исследователя у исследовательского центра есть по сути своя какая-то методика методология и нельзя говорить о какой-то общепринятой да нет нет конечно нет общепринятой нет но общепринятые понимания того что надо делать и на что надо обращать внимание я думаю есть ну нет такого списка вот делаем так делаем там раз-два-три такого конечно нет но общее понимание у всех примерно одинаковое вот там где я встречался с пояснениями там все пишут примерно об одном и том же скажите пожалуйста вот в текущих геопатических реалиях да которые сейчас происходят мы наблюдаем мы то есть с прошлого года можем наблюдать как блокируется ряд сервисов зарубежных и вполне вероятно что тенденция будет дальше усиливаться скажите возможно лишь такое что мы можем пойти например по китайской модели развития интернета в стране и есть ли опасность например что после китайской модели нам покажется того мало и мы можем пойти по корейской северокорейской модели или может быть какой-то все-таки свой путь мы можем избрать но это такой больше философский наверное вопрос просто интересно ваше мнение ну да это совсем не технический вопрос во-первых я вот что вам хочу сказать всякие там разные блокировки это идеи которые носятся в областных структурах в воздухе ни в одной стране и не только в Северной Корее вот в Австралии например или там Новой Зеландии и в Англии там много народу кто хочет что-нибудь запретить ограничить и закрыть так что это стандартная реакция на новое у людей консервативно настроенных это всегда так бывает что бы там ни было вот интернет не интернет это неважно новое нельзя надо вернуться к старому потому что старое лучше знаете я извините офф топик но уж пришло в голову скажу когда-то много лет назад я столкнулся с текстом который был в расшифрованных в расшифрованной египетской клинописи или там папирус какой-то ну в общем что-то такое старое до рождества христовское и там текст был такой замечательный а мы хуже наших отцов а наши дети хуже нас которые хуже наших отцов вообще все напрочь профукают то что сделали наши отцы а мы с трудом сохраняем ну вот собственно вот и все поэтому знаете ну да вот такая жизнь что делаешь надо адаптироваться есть способ адаптации что делать жизнь такая как как можно коррелировать с точки зрения науки технической развитие веб-3 и краски наряду с этим блокировку в разных странах то есть как блокировка взаимодействует вместе с развитием веб-3 до веб-4 0 ой понимаете какая штука значит интернет это бай дизайн единая сервисная инфраструктура не знающая границ устройство всяких разных затруднений и тяжело выполнять стоит дорого устройство всяких разных обходов этих ограничений стоит дешевле и применять можно достаточно эффективно это всегда как всегда борьба значит двух вот этих самых тенденций что с этим делать и к чему все это придет ну не знаю вот вы задали вопрос на который я не то что затрудняюсь ответить я думаю никто не сможет ответить всерьез к чему это приведет ну к чему это приведет к тому что к чему всегда приводит любые ограничения оказываются бесполезными перед напором ну в конечном итоге перед напором нового что появляется и несмотря на попытки там построить дамбу какую-нибудь а не разрушить и не пустить все равно прорывается и и берет свое я думаю что так философски это неизбежно а конкретно как будет ну кто же знает мы будущее не знаем по поводу предпадного характера есть потребности блокчейна и веб 3.0 в особенности блокчейна да 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 это я да смотрите какая штука все эти вот решения веб 3.0 блокчейн там смарт-контракты это распределенная доверенная среда ну вот блокчейн например да с одной стороны она распределенная она везде а с другой стороны она единая потому что из этого чейна из этой цепочки ничего нельзя вынуть она консистентная абсолютно это информация которая ну централизованная по сути дела то есть такая интересная получается штука в децентрализованной среде централизованной информации пусть она размещена в разных местах неважно она идеологически централизована как будет взаимодействовать вот эта вот идея децентрализации очень важная на мой взгляд очень ну технологически интересная понимаете децентрализация вот блокчейна децентрализация создают доверие вот что такое деньги это информационная технология обеспечения доверия к универсальным информационная технология которая значит доверенно универсальные ценности сохраняет и обеспечивает перемещение их доверенное именно перемещение вот криптовалюты это та самая технология реализованная доверие может государство обеспечивать а может криптозащита обеспечивать технологии обеспечивать что лучше ну наверное технология лучше вот движение вот это вот вот конкретное просто для меня интересный кейс это с криптовалютами криптовалюты вообще-то говоря вот на мой взгляд это отвязанное от государства доверие это очень важно государство не лучший механизм доверия вообще-то говоря, из общих соображений, я сейчас даже не при конкретных государствах. Поэтому доверие, основанное на технологии, мне представляется гораздо более значимым и важным, и действенным. Поэтому все вот эти вещи, которые сейчас развиваются и будут продолжать развиваться, мне представляются очень важными и, ну, в конце концов, они найдут выход в каких-то конкретных результатах. Нет, можно приостановить, можно затормозить, но невозможно остановить совсем. Многие знают, что Оруэлл в своей книге написал про полицию мысли, которой, возможно, вдохновился Маск со своим нейролинком. Насколько, по вашему мнению, возможно, в будущем будет подсоединение мозга человека к интернету? И нужно ли будет, если это случится, пересматривать абсолютно вообще все принципы, то, что всё, что мы сейчас понимаем, то есть всё вообще перевернуть? И, в общем, как вы к этому относитесь? Ну, во-первых, к Маску. Он ровесник, между прочим, Андрисона. Ему тоже, по-моему, 52 года. Маск – выдающийся мыслитель и деятель. Это один из тех людей, которые меняют мир. Генри Форд, Билл Гейтс, Маск – это очень важные люди в цивилизации. Они обязательно нужны, потому что, в конце концов, я не зря называл конкретные фамилии, конкретные фотографии помещал. Я очень хотел донести до вас таким образом мысль о том, что конкретные вещи делают конкретные люди. Так вот, Маск что-то предложил. Я совсем не уверен, что это сработает. Я не очень понимаю, как можно мозг человека подключить к машине, потому что мозг человека работает… Значит, это какая физиологическая конструкция, биологическая. Машина работает на других принципах. Даже искусственный интеллект, который, собственно, машинный искусственный интеллект, он работает, в общем-то, не совсем так или совсем не так, как мозг. Для меня не очень понятно, как можно соединить это. Поэтому я не могу, к сожалению, рассуждать о перспективах этого и влиянии. Я знаю другое. Я знаю, что появление нового… Вообще, миром правят, нашей жизнью правят технологии, которые мы используем. Вот я ни разу не упомянул технологии использования огня. Это одна из тех технологий, которые перевернули мир человека. Огонь, если бы он был изобретен человеком, это было бы в рамках тех самых колес, письменности и так далее. Но огонь – это явление природы. Это окисление углеродных, в основном углеродосодержащих соединений с выделением тепла. А человек научился использовать это. Это вот та самая фундаментальная технология, к которой приложили дополнительные технологии, и получилось много чего нужного и полезного для человечества. Например, термическая обработка пищи. Без этого проблема голода давлела бы над человечеством массу времени. Так вот, я не знаю, как объединиться человеческий мозг с компьютерным искусственным интеллектом, но я прекрасно понимаю, что все эти технологии так или иначе влияют на социальную жизнь человека. Вот это очень важно. Появившаяся технология меняет в той или иной степени, в руках человечества, меняет в той или иной степени жизнь человека. И вот в этом смысле искусственный интеллект тоже повлияет на жизнь людей, на социум повлияет, на привычки социума. Я совершенно не могу себе представить, как это произойдет, но я совершенно отчетливо понимаю, что, скорее всего, это будет значительным изменением. Добровольцы, наверное, найдутся, опыты будут ставить. Конечно, не без этого. Но если говорить о принципиальной какой-то вот такой идеологической основе, то мне кажется, что обязательно будет какое-то взаимодействие, взаимное влияние, только вот каким образом? Напрямую или через социальные какие-то механизмы? Этого я не знаю. Вы привели вот такой пример, потому что в будущем человек, его основная задача будет именно придумывать идею, а все за него фактически будет делать искусственный интеллект, в том числе писать компьютерный код. И в связи с этим хотелось бы обратиться к теории ноосферы, предложенной Вернадским, Эдуардом Леруа и Пьером де Шарденом. То есть, если сегодня мы будем рассматривать сферу образования, то можно отметить здесь такие тенденции, что студенты многие, они, зная, что в интернете очень много открытых курсов, то есть можно подобрать для себя индивидуальную траекторию обучения, они уходят из университетов, такая тенденция даже сейчас есть, намечается она, вот, и считают себя специалистами в этой области, ну, в которой они получают знания самостоятельно. Как, на Ваш взгляд, должна измениться сфера образования, чтобы не утратить тот приоритет, который до этого существовал, что все-таки необходимо идти в университет, получать образование и именно решать ту проблему, связанную с качеством информации? Вот такой вопрос. Вы знаете, да, это очень интересная тема вообще. Давайте про обучение сначала скажу, что мне кажется важным. Обучение в школе, вот если взять школу, то это самое главное, что есть, это не знание, это социализация. Это, наверное, все понимают, я надеюсь, во всяком случае, что главное – это социализация, неважно, какие предметы изучать, греческий, латынь, там еще чего-нибудь или что-нибудь другое. Самое главное – это научиться взаимодействовать друг с другом, взаимодействовать со более старшими людьми, со своими сверстниками, получить опыт всяких разных взаимодействий во всяких разных ситуациях. А конкретные знания, о которых вы говорите, понимаете, какая штука? Личное общение очень важно. Но если что-то зафиксировано в текстах, если что-то зафиксировано в аудио-видео информации, сейчас в Ютьюбе огромное множество всякого разного, то человек, я думаю, может получить как минимум первоначальные знания достаточно глубокие. Таким образом, самостоятельно. Участвовать в исследованиях очень важно, то есть двигаться вперед. Вот это да, это нельзя сделать в одиночку. Ну, как правило. Есть, наверное, уникумы. Да мы знаем, что есть, но это единицы на фоне миллиардов. Поэтому, мне кажется, нужно отделять начальное образование, такое вот специальное образование начальное, я имею в виду, от дальнейшего исследовательского функционирования, от исследовательской деятельности. Это совершенно разные вещи, и здесь вот, я думаю, исследовательская деятельность без взаимодействия невозможна, а начальное даже специальное образование, ну, специальное образование вот такое, как образование, как комплекс знаний, без взаимодействия вполне возможно. И самостоятельно его может получить человек, если он обладает, если его мозг обладает способностью к такой деятельности. Ну, может быть, я не ответил на ваш вопрос, вы уж извините, это некие рассуждения по поводу. Хотел бы уточнить, по какому принципу работает облачная среда в контексте идеи пакетной коммутации? Пакетная коммутация – это некий фундамент, такая инфраструктура. Это сеть дорог, по которой может кататься информация. Любая. Дороги шире могут быть и уже. Это пропускная способность. А вот всякие облачные услуги – это некие сайты, которым дороги подходят, на которые можно приехать, посетить их, что-нибудь сделать и уехать на другой сайт. Ну, очень условно, конечно. Поэтому, ну вот, сеть передачи данных с пакетной коммутацией дают возможность, собственно говоря, иметь вот эти вот дороги, иметь вот эти пути коммуникаций, с помощью которых можно и к облачным сервисам обращаться. А облачные сервисы сами по себе распределены, ведь они же не в одном месте сконцентрированы, они на то и облачные. Но они логически облачные, но они и физически облачные. Они тоже не в одном месте существуют. Это несколько дата-центров. Как можно ближе выбирается дата-центр, чтобы быстрее все это было. В общем, это все такая хитрая конструкция. Но вся эта конструкция, вместе с пользователями, которые этой конструкцией могут воспользоваться, живет вот на сети вот этих дорог, которые образованы вот этой самой сетью с пакетной коммутацией. Если вы имели в виду это, то вот я попытался ответить. Может быть, что-то другое имелось в виду? Я тогда не понял, вы уж извините. Да, здравствуйте. Я бы хотела задать такой, наверное, достаточно популярный сейчас вопрос по поводу нейросетей и всякого искусственного интеллекта. Я в этом абсолютно не разбираюсь. Мне просто интересно, есть ли вот среди ваших кругов какие-то уже выделенные причины, почему они сейчас начали именно развиваться? По крайней мере, я как знаю, что нейросети те же самые существуют достаточно давно. Почему именно сейчас они приобрели какую-то особую популярность среди людей в целом? Можно ли как-то в ваших кругах, может быть, есть какие-то для этого ответы? В наших интернетах. Это мое личное мнение такое. Я тут не могу говорить обо всех, естественно, и о кругах тем более. Мое личное мнение такое. Значит, первое, я уже говорил, еще раз повторю, все новое делают конкретные люди. Вот у каких-то конкретных людей загорелось, и они озадачились вот этим вот делом. Чтобы это сделать, нужны деньги и технологии, которые помогут это сделать. Значит, они нашли деньги. А технологии, которые помогут это сделать, это вот видеокарта NVIDIA, которая вот на всем этом хайпе искусственного интеллекта и Web3 стала компанией, которая стоит триллион долларов. NVIDIA стала стоить столько, сколько, ну, по-моему, шестая по стоимости компания в мире. Вот эта потребность, вот она реализуется таким образом. Сегодня это видно вот даже в денежном выражении, что это означает. А еще я недавно прочел, что IBM, по-моему, начал разрабатывать специальные чипы для систем с искусственного интеллекта, потому что карты NVIDIA, чипы NVIDIA слишком дорогие, они универсальные. И нужны специализированные чипы, которые будут, значит, на единицу стоимости выполнять гораздо больше единиц работы. Вот, собственно говоря, вот он процесс. Это конкретные люди, которые хотят что-то сделать. Все движет фантазии людей, их желаниями. И возможности, которые есть и появляются новые, и конкуренция этих возможностей создает условия для ускорения движения в этом направлении. Добрый день, спасибо большое за лекцию. И у меня следующий вопрос. В целом, как мы знаем, что большой вклад в развитие интернета внезли из Соединенных Штатов Америки. То есть на протяжении всей истории дорабатывали, что-то еще делали. И в первую очередь интернет использовался государственными деятелями. Но если мы посмотрим на 2023 год по показателям цифровой дипломатии, то есть использование интернета государственными деятелями, оно является не таким популярным. И в этой строке по показателям цифровой дипломатии Индия занимает первое место, а США занимает второе место. И также страны, которые участвуют в развитии интернета, допустим, мы знаем Китай, Южная Корея, Япония, они также занимают нижние позиции. Как вы думаете, с чем может быть связано такое занятие места вот в определенной таблице? Хотя мне казалось, что, например, если Соединенные Штаты Америки они и начали развивать интернет, то они будут дальше следовать и развивать свои дальнейшие тенденции, исходя из того, что изобретается новое. Вот, заранее спасибо большое. У вас в вопросе смешаны на самом деле два или даже три вопроса. Но я попробую как-то вот структурировать. Во-первых, да, интернет в основном был сделан в Соединенных Штатах Америки. Я даже попытался в конце своего сообщения на этот вопрос, на вопрос, почему именно в Соединенных Штатах Америки ответить, вот там появилась такая интересная комбинация концентрации людей с соответствующим образованием, с очень хорошим образованием, со школой Норберта Виннера во главе, значит, правильного устройства, когда руководителями проектов ставятся специалисты, а не бюрократы, которые умеют только следить за потоками денег, а еще и отщипывать от этих потоков. Вот это было немного не так. Вот и в Соединенных Штатах это получилось. Теперь то, что это получилось в Соединенных Штатах, их вовсе не следует, что люди, находящиеся во власти, это приняли, поняли и начали этим пользоваться активно. Вот совсем. Тут нет никакой взаимосвязи. Хотя, конечно же, ну прямой, во всяком случае. Хотя, конечно же, вот общее, так сказать, настроение влияет, в том числе и на тех странных людей, которые иногда во власть проникают. Но это не всегда так, не всегда влияет правильно. Поэтому вот может так статься, что где-то в каких-то местах мира люди, находящиеся во власти, так сложилось, более склонны к использованию нового, а в других местах более консервативны. Что касается Индии, Индия вообще-то самая большая по населению страна мира, перегнала Китай уже. И если вы говорите в абсолютных цифрах, если вы имели в виду, то, конечно, совершенно неудивительно, что в Индии больше. Ну просто потому, что там народу полно. Больше, чем в Соединенных Штатах, раз в пять почти, в четыре с половиной. Так что это неудивительно. Но вот главное, мне кажется, это такие социальные привычки, в том числе и в первую очередь, если вопрос к этому относится, к органам власти, к людям во власти, находящихся. Это социальные привычки людей, находящихся во власти. Это социальные привычки элит. Ну вот они разные, элиты разные. Не знаю, что делать. Вот так. Вот такое следствие. Спасибо большое. Спасибо. Я вижу, что у ребят еще вопросы поступают. Если можно, может быть, мы текстовым видео направим, чтобы вас отпустить. Давайте еще пару вопросов. У меня еще есть минут 5-7 времени, и я смогу ответить. А тексты я не люблю. Хорошо. Ребята, только самые последние. Все, больше лавочка закрыта. Пожалуйста. Здравствуйте. Извините за вопрос. Я бы хотела узнать, как вы считаете, опыт изрыдования интернета Китая может распространять в других странах? Да, был вопрос про Китай, Россию. Спасибо вам большое за вопрос. Вы напомнили про то, что я еще даже и не ответил, и вы еще задали его. Значит, я думаю, это мое представление о происходящем. Во-первых, то, что в Китае получилось, это результат построения двух десятилетий, как минимум. А может быть, и больше трех. Начиная с 90-х уж точно. Да, почти три десятилетия. Вот эта вот идея ограничивать, не пускать, не давать и так далее. Да, они красавцы, безусловно, и глазки у них тоже неплохие. Но это решение властей китайских. Вот они не хотят, чтобы влияние извне было, а хотят полностью владеть информационным пространством. Вообще, это страшная штука, владение информационным пространством. Это огромная, колоссальная сила оружия, воздействие на мозги. И это, конечно, очень сложное и опасное упражнение. Значит, никакой не расовый подход. Это шутка. Так вот, то, что сделано в Китае, повторить, я думаю, невозможно. Потому что то, что делалось много-много лет, и то, что получилось за много-много лет, это вот, собственно, то, что делалось, и то, что получилось. И если двигаться в этом направлении сегодня, от отправной точки, которая сегодня есть, то получится, конечно, что-то другое. Ну, если стараться закрыть все. Да, конечно, можно потратить массу денег и все напрочь заблокировать. Конечно, так может быть, если очень постараться и очень много потратить. Получится нечто другое. То, что в Китае точно не получится. А как при этом будет, ну, не знаю, коллеги. Это, ну, будущее неизвестно, что делать. Не знаю. Тут у меня нет ответа, к сожалению. Спасибо. Спасибо, в любом случае, за ваше мнение. Я думаю, что в целом вопрос раскрыт. Последний, самый последний вопрос. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, повлияет ли как-то интернет на датичность людей? Сможет ли идентичность человека, связанного с интернетом, заманить традиционные идентичности, национальную, этническую, религиозную? Да, вопрос немного пространный, но вдохновленный после прочтения декларации независимости киберпространства. Ух! Сути дела, от римской католической церкви. Да и вообще трансформация церкви. Лютеранство там появилось и так далее. Это очень существенное движение было, и оно не могло появиться без книгопечатания. Концепция National State появилась и реализовалась, только потому, что было книгопечатание. Надо было создать контентное единство нации. Вообще понятие нации – это единство людей на территории. Это же не этническое понятие, хотя этнос там играет роль, но язык скорее играет роль, чем этнос как таковой. Поэтому появление новой технологии изменяет социальное устройство мира, если эта технология, особенно если эта технология относится к области информационных технологий, потому что наша социальная жизнь – это коммуникации. Информационные технологии, они собственны для коммуникации. И изменение технологии коммуникации изменяет и сами коммуникации, изменяет и жизнь, и изменяет кое-что в этом. Поэтому я в точности, конечно же, не знаю, что может произойти, но я отчетливо понимаю, что появление новой технологии – вот искусственный интеллект, вот совсем-совсем недавно появившаяся технология, о которой когда-то размышляли, а сейчас она уже вот, вот она, она даже не на пороге, она здесь. Она же изменит жизнь людей, она изменит и социальную жизнь. Ну, например, сериалы будут снимать не артистами, а нарисованными персонажами, которые будут неотличимы от живых людей. И вот «Аватар-3» какой-нибудь, «Аватар-2», там люди бассейны какие-то обрабатывали их, поведение движения. А можно будет сделать без этих людей все то же самое в «Аватаре-3». они будут там, не знаю, в космосе плавать или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Это может сделать искусственный интеллект. Развлечения могут быть вот такими, созданные без артистов людьми. Что это изменит в поведении, в национальной идентичности? Не знаю. Трудно сказать. Я не могу, во всяком случае, прогнозировать здесь ничего. Но я точно понимаю, что изменения будут, они неизбежны и будут противодействовать им изменениям. Это тоже неизбежно. Ну, обычная совершенно штука. А вот что я знаю точно, вот я рассказал, упомянул про молодых людей, которые проводят в социальных сетях, в сетях часы огромные. Я просто... Просто у меня много внуков. Я вот с одной из внучек общался, и она мне начала рассказывать что-то. И мне показалось что-то очень странное. И вдруг оказалось, что она рассказывает о своей подружке, которая общается там с кем-то, с парнем, который намного старше ее. А в какой-то момент вдруг оказалось, что это она в социальной сети с ним общается. Рассказ был так, как будто она вот с ним общается вживую. Вот мир меняется. Меняется поведение людей. Я вот отметил, могу еще раз повторить. Мне кажется, что для молодых людей, для мозга молодого, который очень гибкий, общение онлайн ничуть не худшее общение, чем оффлайн с тактильными какими-то контактами. Поэтому я не знаю, что будет. Но мне кажется, что вот эти возможности новые, которые появляются, они будут менять социальное поведение. И будут сильно менять. Как? Не знаю. Тарен, Саша, большое спасибо за ответ. Очень интересно. Вот мы сегодня на лекции обсуждали, что у истоков интернета стояла США. То есть основные разработки были сделаны именно в этом государстве. Подскажите, а какая, на ваш взгляд, страна будет в последующие десятилетия лидировать в области IT-разработок? Вообще можно ли какое-то такое одно государство выделить за счет какого-то потенциала? Или это довольно сложный вопрос? Ну, то, что вопрос сложный, вы и сами поняли, да? Будущее никто не знает. Могу только это повторить. Но я, опять же, попытался вам сказать раньше, показывая фотографии этих замечательных людей, которые сыграли ведущую роль в создании интернета, что фантазия шила в одном месте и свобода творчества. Вот этих слов я не говорил, а вот сейчас скажу и подчеркну. Свобода творчества, возможность свободного творчества. Вот это очень важный, очень важный параметр, если угодно. Очень условие, вот, точнее. Ну и еще концентрация единомышленников, концентрация людей, которые, с которыми можно обсуждать. Неважно, онлайн, оффлайн, это неважно. Вот какой-нибудь... Вот, да, кстати, Норберт Виннер был в Соединенных Штатах. А почему Тим Бернерсли был из Британии? Ну, я думаю, во многом потому, что Алан Тьюринг был из Британии. Потому что он очень большое влияние оказал на британскую вот эту вот школу, собственно говоря, из которой вышел Тим Бернерсли. И не только он. Был еще Дэвис, который... Дэвис, по-моему, да? Который был одним из тех людей, который пакетную... Ну, сети компьютерные продвигал. Это что же... Это что же все оттуда? Нужна вот эта вот непрерываемая... Хорошо бы, чтобы была непрерываемая череда вот этих вот самых специалистов и идей, которые от специалистов исходят, и свобода творчества. Вот на тех пространствах, где эта свобода творчества будет, на тех пространствах и будут возникать... Это неважно, страны или не страны. Вот я бы не привязывался даже к странам. Это пространство, некие территории. Вот почему Никола Тесла приехал в Штаты? Ну, потому что ему показалось, что он там сможет, значит, реализоваться. И реализовался ведь, да? Это вот один из гениев, которые продвигали мир вперед. Так и здесь. Ну, вот в тех странах, в которых нет свободы творчества, в которых власть мешает этому, которых пытается ограничивать от контактов и между людьми, и с другими людьми, там ничего хорошего ждать не приходится. Субтитры создавал DimaTorzok